Игровой андроид фреш Мы управляем тремя блоками и должны разрушить элемент по центру Если нам наконец-то это удается, то уровень будет пройден Кстати здесь целых 45 локаций и я на самом деле застреваю даже на самых первых То есть игра далеко не из простых Здесь есть три типа управления, я же выбрал обычные этапы Но думаю каждый подберет удобное под себя Все нужно на самом деле здесь сделать очень быстро и поэтому лучше обладать хорошей реакцией Иначе жизни вы точно не напасетесь В игре также присутствует 11 бонусов, благодаря которым продержаться будет гораздо проще Помимо этого здесь есть привычная всем система рейтингов, а также бодрый саундтрек Игра бесплатная, так что зацените Tap to let go Хардкорная аркада, которая поможет развивать реакцию и пощекотает вам нервишки Перед нами межгалактическая игра для любителей проектов посложнее и для людей с крепкими нервами Здесь вам уж точно придется попотеть, чтобы пройти тот или иной уровень Мы садимся за штурвал ракеты и перемещаемся с одной планеты на другую При этом по ходу собираем звезды и обходим препятствия в виде астероидов В дальнейшем звезды обмениваем на бонусы, которые вам явно потребуются Также можем прикупить другие ракеты, которые кстати будут лучше стандартные, потому что имеют дополнительные фишки Предупреждаю сразу, игра очень сложная и наверное только за заядлый любитель аркад сможет ее пройти Доступна игрушка бесплатно Ну а в следующей игре мы будем играть за кроликов-киборгов, которые должны выжить на космическом острове, сражаясь с огромным количеством монстров Наша задача помочь четырем героям разобраться с полчищами странных существ Среди наших противников будут циклопы, унитазные улитки, печенье и еще много других персонажей Для убийства у нас такой добротный арсенал вооружения с разной боевой мощью и скоростью атаки Выбираем подходящее оружие и поджариваем всех подряд Также в игре помимо обычных армий противников есть боссы, с которыми будет гораздо сложнее Но от этого играть становится на самом деле еще интереснее Как аркадка игрушка на мой взгляд просто отличная, здесь много экшена, монстров и конечно же динамики Игра также бесплатная Ну а дальше у нас аркадка бокси за бокс, любителям яркого такое точно посвящается Все что вам необходимо делать это управлять движущейся коробкой и избегать пустот на пути Попутно желательно не просто остерегаться дыр, но и наступать на кляксы, которые будут попадаться по ходу движения За дополнительные очки доступны новые объекты, так что совсем скоро у вас появится возможность взять под опеку не только коробку, но и кого-нибудь другого Игра также бесплатная Астрала Риджен, добротный таймкиллер Управляем движением персонажа, который бежит вперед по красочным локациям, расположенным на разных планетах Герой отправляется в далекое путешествие с помощью таинственных порталов Проведем его по сложным трассам, на которых нас ждут толпы врагов, множество ловушек и смертельных опасностей Выполняем головокружительные прыжки, различные трюки, используем фантастическое оружие и все в таком духе Игра бесплатная Shooty Skies, новая новинка от создателей игры Crossy Road Перед нами и аркадка с классическим геймплеем вертикального скролл-шутера Игрок управляет довольно забавным персонажем на угловатом самолете Наша задача уничтожить как можно больше врагов до того, как они смогут нас атаковать Новая игра визуально очень сильно напоминает Crossy Road Здесь все та же угловатая, но чем-то милая и очень симпатичная графика Ну что, ребят, наверное, я все-таки утомил аркадками и вы уже точно от них устали Ну, так уж получилось, что на этой неделе кроме аркад-то, собственно, ничего и не было Поэтому так вот приходится выкручиваться Но я все-таки поискал и откопал еще две игры других жанров И первая из них это квест на русском языке под названием Lost Echo В недалеком будущем девушка нашего героя пропадает прямо у него на глазах Он начинает отчаянно ее искать и должен понять, что же произошло и почему ее больше никто не помнит Такая вот интересная история В этой инди-игре вы попадаете в полностью трехмерный мир, где будете управлять персонажем с помощью интуитивно понятного управления То есть просто указываем и нажимаем, и он передвигается в то или иное место Игра стоит 193 рубля Ну и последнее на сегодня Корейский хоррор White Day должен появиться на мобильных платформах Игра представляет собой ремейк ужастика 2001 года Главный герой этой жуткой истории проник в школу ночью, чтобы подготовить своей девушке сюрприз ко дню влюбленных Но так оказалось, что здание населяют монстры и привидения, и оно превратилось в самый настоящий кошмар Что ж, скоро уже в этом поучаствуем Ну а мы на этом на сегодня заканчиваем Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал Также не забывайте вступить в сообщество ВКонтакте, то есть с Андроид А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорой встречи Пока